Всем привет! Сегодняшний ролик опять посвящен переходу с карданом, с томами, с руками, с ногами, но немножечко поменяем структуру подобных уроков. Дело в том, что обычно я просто вам рассказываю, как играть то или иное упражнение и, ну, относительно вскользь, вкратце затрагиваю, где его можно применить. Сегодня я хочу пойти немножко от обратного. Мы не будем слишком сильно углубляться в объяснение того, что и как играть. К тому же в конце будут приложены ноты. Поэтому, ну, в принципе, можно один раз ноты прочитать и сразу понять, что к чему. Однако, почему это упражнение полезно, что оно конкретно развивает, где оно поможет вам применить все это дело и в каких областях вашей игры, ну, естественно, будет прокача, если вы будете играть это упражнение и подобное ему. Так что, уверен, будет интересно, так что обязательно смотрим ролик до конца. Также перед началом, как всегда, напоминаю про все ссылки в описании. Подписываемся на Телеграм-канал, где выходят новости разнообразные. Подписываемся на Яндекс.Дзен и на Бусти-канал, где выходят эксклюзивные ролики, которых нет больше нигде. И, конечно же, ищи меня в ВК и везде, где только можно. Также, если ты хочешь научиться играть на барабанах в живом или дистанционном формате, также ищи меня по любой ссылке в описании, выбирай курс, который тебе приглянулся и начинай прокачиваться. На этом переходим к ролику. Усаживайся поудобнее и погнали. Ну и, собственно, сейчас вы слышали, как все это дело звучит. И, ну, вкратце, давайте сначала разберем, из каких элементов все это состоит. Как вы могли заметить, здесь идет немножко такое некое увеличение поочередного нанесения ударов в плане сочетания восьмых с шестнадцатыми. То есть, начинается у нас тройная перестучка. В принципе, наша классическая схема. Заканчивается более длительной. И, соответственно, в конце еще четыре восьмых ноты ногами. И все это, естественно, укладывается в один так четыре четверти. В чем прикол этого брейка, помимо того, что он сам по себе звучит прикольно? Давайте его медленно посмотрим, как оно, в принципе, что из себя представляет. Только между бочкой и малым барабаном. Ничего сложного. Здесь можно массу всего с этим упражнением сделать. И от этого мы уже, отталкиваясь, начинаем говорить про преимущества данного упражнения. Во-первых, если вы внимательно пронаблюдаете всю вот эту вот аппликатуру, вы поймете, что, во-первых, здесь можно играться с этими длительностями как угодно. То есть, опять же, если вы поняли суть, каким образом у нас перемежаются руки с ногами, можно насочинять таких вещей огромное множество. Поэтому первое преимущество этого брейка – это, конечно же, перспектива на развитие. И это очень важно. Также здесь перспектива на развитие именно в плане разнообразия этого упражнения. Понятно, что где бочки, там бочки. А вот руки у нас могут исполнять абсолютно разные вариации в зависимости от того, что перед вами находится, какое количество томов и так далее. Например, да, как вариант. То есть, в конце можно не 4 восьмых ноги сделать, а 4 восьмых малых барабан. Опять же, напоминаю, ноты к этому упражнению в конце ролика будут приложены обязательно. Собственно, да, перспективы на развитие. Во-первых, можно различные вариации перестучек делать. Во-вторых, различные вариации переходов по различным элементам. И сохраняя структуру, но изменяя барабаны, вы все равно будете звучать интересно. Также этот брейк интересен следующим свойством. Это его линейность. Помним, что такое линейность? Это когда у нас нет никаких пересечений. Все идет одно за другим. Ну, естественно, с использованием определенных интервалов. Здесь у нас еще пересечений нет. То есть, отдельно руки, отдельно ноги. Фишка линейности, не забываем в том, что она учит нас играть гораздо чище. То есть, когда у нас нет какого-то элемента, который перекрывает нашу лажу, которая, возможно, может возникнуть. Здесь этого нет, и все, естественно, взаимозаменяется. Кстати, о взаимозаменяемости. Здесь также еще одно важное преимущество этого брейка в том, что руки с ногами учатся друг друга заменять в плане одних и тех же, в принципе, длительность. То есть, они делают одни и те же вещи. Обратите внимание, очень много классических барабанных соло замешано вот именно на том, что барабанщики... Заменяют малые бочками и так далее. Это всегда интересно звучит. И вот эта взаимозаменяемость, она крайне полезна, на самом деле, во всех этих наших делах. Вот. Ну и, соответственно, очень важная также фишка этого грува. Ну, она, конечно же, исходит из линейности. То, что здесь все также по отдельности играет. Нет такого, что где-то нога с рукой бьет. То есть, все на обнаженном таком энтузиазме происходит. Отдельно ноги, отдельно руки. Ну и, соответственно, давайте уже конкретно про самоупражнение. Но, так как я сказал, приложу, как бы я вообще это вижу, да? Естественно, лучше вступать с малым барабаном. То есть, первые две доли хорошо звучат с малым барабаном. Будьте внимательны, чтобы вот именно промежуток, когда заканчиваются руки и начинаются ноги, этого промежутка не было. То есть, четко переходим с одного на другое. Ну, и, соответственно, можно делать так. Ну, и, соответственно, вторая часть, она заканчивается... И вот это вот, то, что мы проигрываем руками, уже можно сделать между какими-то двумя томами. Ну, и, соответственно, вместе. Ну, это уже как вариация. Собственно, да, сейчас я медленно эту штуку поиграю по кругу. Рядом будут стоять нотки, после чего нотки закончатся. И я поимпровизирую с этим грувом, как в старые добрые времена. На этом ролик, разговорная часть этого ролика подходит к концу. Огромное спасибо всем за просмотр, за этот просмотр, за то, что смотрите другие ролики. Напоминаю про все ссылки в описании. И увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok